Доброе утро, ребята! Я приветствую вас на уроке биология. Тема сегодняшнего урока – селекция, основные методы селекции. На уроке мы познакомимся с вами направлением биологии селекции, рассмотрим основные методы, которые используют селекционеры в своей работе. Наш урок я предлагаю начать с высказываний Николая Ивановича Вавилова, ученого, академика, основоположника селекционной работы. Селекция – это эволюция, направляемая волей человека. В настоящее время известно много сортов растений, пород животных, штаммов, микроорганизмов. Все это заслуга современных селекционеров. Давайте в ваших тетрадках запишем определение селекции. Селекция – это наука о методах создания новых и улучшения уже существующих пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов с необходимыми человеку свойствами. Ответим на вопрос. Что такое сорт, порода и штамм? Записываем в тетрадях. Сорт, порода и штамм – это популяция организмов, совместно, растений, животных, микроорганизмов, которые искусственно выведены человеком, характеризующиеся конкретным генофондом, в котором передаются по наследству определенные морфологические и физиологические признаки с необходимым уровнем и спецификой продуктивности. Давайте вспомним, как все начиналось. Селекция берет свое начало со времени перехода людей к земледелию и скотоводству, когда человек начал оккультуривать растения и одомашнивать животные в каменном веке. Дикий кабан стал прародителем современных пород свиней. Современные породы овец, их прародителями были муфлоны и архары, а дикий тур был прародителем современных пород коров. Культурные растения, которыми сегодня питаются люди, произошли от диких видов. Плоды культурных растений значительно отличаются от тех, которые были раньше. Тоже можно сказать и в отношении животных, которые были одомашнены. Генетика – это теоретическая основа селекции. Генетика – это наука, рассматривающая закономерности наследственности и изменчивости. Генетика – не единственная наука, с которыми связана селекция. Селекция связана с теорией эволюции, с молекулярной биологией, с биохимией. Какие основные задачи ставит селекция перед собой в настоящее время? Во-первых, это исследование многообразия растений, животных, микроорганизмов, которые относятся к объектам селекции. Также задачей селекции является повышение продуктивности пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов. Конечно, проведение анализа характера наследственной изменчивости при проведении гибридизации и мутационного процесса. Ставит перед собой задача селекционеры – это изучение действия среды на развитие признаков и свойств организма, выведение сортов растений и пород животных, которые устойчивы к заболеваниям и действию опиотических факторов. Усовершенствование методов искусственного отбора с целью усиления и закрепления необходимых для человека признаков у организмов с различными типами размножения. Ну и, конечно, выведение организмов, пригодных для использования в промышленности, которые можно легко выращивать, разводить и убирать. Основой селекции, как науки, является искусственный отбор, концепция которого была разработана гением научной мысли Чарльзом Тарвина. Какие основные методы селекции присутствуют? Отбор, гибридизация, мутагенез, клеточная и генная инженерия. Сегодня на уроке мы подробно поговорим о таких методах селекции, как отбор и гибридизация. Мутагенез – это будет предметом вашего домашнего задания. А о клеточной и генной инженерии мы поговорим на следующих уроках. Итак, какие существуют разновидности искусственного отбора? Массовый отбор и индивидуальный отбор. Что из себя представляет массовый отбор? Это выделение группы особей с желаемыми качествами, потомство которой генетически неоднородно, и поэтому для него характерно расщепление по признакам при размножении, в связи с чем отбор проводят в ряде поколений. Если мы будем говорить с вами о индивидуальном отборе, то следует отметить, что это отбор единичных особей с необходимыми качествами, потомство которых выращивают отдельно от остальных. Гибридизация – это метод селекции для увеличения разнообразия исходного генетического материала. Гибридизация – это скрещивание. Результатом гибридизации является гибрид. Селекция – это комплексная наука, направленная в основном на повышении производительности сельского хозяйства. Достижение в селекции – это результат работы селекционеров всего мира. Не исключением являются и селекционеры Кыргызской республики. Следует отметить академика Лущихина, академика Бадбаева, который является авторами тонкоронных пород овец. Кыргызская республика – это горная страна, поэтому основным направлением селекционной работы – это было животноводство. Домашнее задание. Ребята, подготовьте, пожалуйста, информацию о методе селекции, одном из методов селекции – мутогенези. Заставьте, пожалуйста, кластер или оформите в форуме «Карты мыслей», где ключевым словом будет мутогенез. А также подготовьте, пожалуйста, информацию о сортоиспытательных участках и племенных хозяйствах нашей страны. Благодарю всех за работу. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok